Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – магазин «Время подарков». Вы смотрите новость «Анапа. Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Почем хлеб, молоко и крупы? В Анапе усилен контроль за ценообразованием на социально значимые товары. О школах, о дорогах и застройке пляжа задавали вопросы жители Алексеевки к кандидату на пост главы курорта. Встреча получилась острой. От классики до сюрреализма. В Анапе открылась выставка совместного творчества – фото, картины, поделки и безграничный полет фантазий. Более 10 лет назад правительство одобрило перечень социально значимых продовольственных товаров, на которые устанавливаются предельно допустимые розничные цены. Регулировать цену государство сможет в случае, если любой из продуктов за месяц подорожает более чем на 30%. За ростом цен следит Росстат, который актуальной информацией об уровне цен снабжает управление торговлей на местах. Они же в свою очередь контролируют ценообразование в регионах. Почем хлеб, молоко и крупы в Анапе? В ходе специального рейда узнал Вадим Родин. Крупа гречневая – 27 рублей, хлеб по 20, молоко, кефир и мука по 30 рублей. Такие цены на социально значимые товары в магазине на углу улиц Ленина и Тургенева. Хозяйка магазина подробно рассказала о ценообразовании начальнику управления торговлей Наталье Вербицкой. В таких же пределах цены и в магазине на улице Первомайская. Причем перечень социально значимых товаров есть и на входной двери и на прилавках. А хлеб здесь даже дешевле, чем в предыдущем – 19 рублей за буханку. По словам продавцов, эта продукция пользуется особым спросом. И это понятно. Цена на сегодняшний день – определяющий фактор при выборе набора продуктов. Конечно, не все магазины могут позволить себе удерживать цены на том уровне, который рекомендуем правительством. В основном это удается крупным и сетевым магазинам. Но у анапского покупателя альтернативный выбор достаточно широк. Работают ярмарки «Приоз». У нас 18 ярмарочных площадок работает в нашем муниципальном образовании. И также у нас представлены все виды товаров. Это и фрукты, овощи, бакалея, молочка, мясная продукция. Где цены идут у нас от товаропроизводителей. Также у нас работает в муниципальном образовании 18 магазинов. ЗАО «Тандер» – это магазины «Магнит». Два гипермаркета, где представлена вся социально значимая группа товаров. Также социально значимая группа товаров, в особенности молочная продукция, представлена и в магазинах «Агропубликсов» и «Силковский». У нас их работает шесть. Для удержания цен существует несколько приемов. Это создание здоровой конкурентной среды путем развития сети поставщиков и контрольные рейды на предмет соблюдения постановления правительства, в котором указаны пределы торговых наценок. Такие рейды проводятся регулярно не только в городе, но и в сельских округах, где местные предприниматели часто позволяют себе ценовые вольности. Вадим Родин, Анапа-Регион. Администрация города призывает анапчан и рабочие коллективы принять участие в месячнике по санитарной очистке и благоустройству города. На призыв откликнулись многие. Студенты и собственники домов регулярно выходят на субботники, а предприниматели занялись благоустройством прилегающих территорий, чтобы совместными усилиями сделать курорт еще чище и краше. Компания ООО «Старт», занимающаяся пассажирскими перевозками, облагородила территорию по улице объездной. Теперь на месте обычной тропинки появился тротуар. На газоны завезли чернозем, посадили туи. По словам руководителя предприятия Александра Заряна, такая необходимость назрела давно. Много людей ходят по этой улице, добираясь в торговый центр Красная площадь, и комфортных условий раньше не было. Теперь ходить по этой дорожке и удобно, и приятно. В конце февраля мы запланировали навести порядок чуть на территорию, облагородить территорию для людей, чтобы было приятно. Ходили, чтобы не грязь топтали, а по нормальной плиточке ходили. По словам руководителя предприятия, до конца недели работы по благоустройству территории будут закончены. До выборов главы курорта осталось чуть меньше двух недель. Избирательная кампания постепенно входит в завершающую стадию. Кандидат на должность мэра Сергей Сергеев в ежедневном формате проводит встречи с населением. Вчера он пообщался с жителями Алексеевки. На обсуждение острых тем побывала и наша съемочная группа. Зал местного дома культуры был наполнен до отказа. Острота вопросов была обусловлена участием во встрече представителей общественности и активистов, уже много лет отстаивающих интересы своего микрорайона. Обозначив свое видение будущего развития курорта, кандидат на пост главы Анапа дал высказаться людям. Сразу несколько вопросов касались организации дорожного движения на улице Крестьянской. У автомобилистов свои проблемы. Для того, чтобы выехать из Алексеевки или вернуться в нее, приходится делать не самый маленький круг. А все потому, что закрыт проезд на Ленинградскую. Пешеходы же высказались на тему безопасности. На Крестьянской лихачи постоянно нарушают скоростной режим, а ведь через эту улицу ходят школы-дети. И тут же поступило предложение – установить на опасном участке дороги видеокамеру. Выслушав, Сергеев заметил, что сотрудникам ГИБДД необходимо подключаться к решению этой проблемы, конечно, с учетом мнения и предложений местных жителей. Следом был задан вопрос о строительстве в Анапских дюнах. Как, по мнению кандидата, можно остановить уничтожение природного богатства Анапы? Смотреть, какая есть разрешительная документация. Если все до единого или там большинство является самостроемой, то однозначно сносить. Если есть разрешение различное, то есть, может быть, наше разрешение, может быть, по судебному понуждению, так скажем, решению, то здесь будут взвешивать, оспаривать, не пропущены ли сроки. То есть, по каждому индивидуально. Но в крайнем случае, если уже достроено, если уже такие объекты есть, вот, они стоят 90-80% готовности, то будем вести разговор о понуждении к восстановлению экологической составляющей. Остроты вообще нет добавил также вопрос о строительстве в Алексеевке школы. На 12 тысяч жителей, среди которых немалую долю составляют дети, нет ни одной спортивной площадки. Единственная площадка построена впритык дороги. Но самое главное, к строительству обещанных прошлыми властями школы и детского сада так и не притронулись. На что Сергей Сергеев заметил, что стройка детского сада развернется в Алексеевке уже в этом году. А вот для школ еще предстоит найти земельный участок. Я буду согласовывать свои действия с вами. Вот хотите верьте, хотите нет. Но с общественниками, с активистами, кто стоит близко к решению этой проблемы, либо к разрешению этой проблемы, я буду советоваться, это я вам обещаю. Отсутствие тротуаров и уличного освещения в отдельных районах, разбитые дороги и некачественная работа общественного транспорта, проблемы с водоснабжением. Все эти вопросы поднимались на встречу в Алексеевке. Каждое обращение будет тщательно рассмотрено и проанализировано, гарантировал собравшимся Сергеев. Я хочу действительно, обращаясь к вам, сказать, что себя показать не вам, а я хочу себя показать и доказать вам, что я способен по своей подготовке на сегодняшний день управлять территорией и решать вопросы, которые, может быть, не решались годами. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Другие кандидаты информацию о ходе своих предвыборных встреч не предоставили. В Анапе открылась выставка совместного творчества, на которой были представлены работы известного в Краснодарском крае фотографа Игоря Улько и члена Союза художников России и Международной федерации художников Юрия Ковальчука. Авторы работ Игорь Улько и Юрий Ковальчук говорят, что идея этой выставки связана с двумя поводами. Произведения, посвященные Александру Сергеевичу Пушкину и триптиях, они выставлялись в Анапе еще в 90-х годах. Потом работы долго лежали в архиве, поэтому появилось желание показать их еще раз. Основа – это фототкань. То есть это как бы фотобумага, только в основе не бумага, а тканная основа, на которой внестина фотографическая эмульсия. На плоскость выкладывались объекты, в том числе и живые девушки, засвечивалось светом, после чего проявлялось особым способом. То есть проигель наносился не просто в кювету целиком, а носился капельным путем, плюс где-то были мазки, после чего фиксировалось, высушивалось. Помимо картин представлены и работы, которые художник Юрий Ковальчук сделал из подручных материалов. Это малая пластика, работа с керамикой, природным материалом. Как отметили посетители выставки, количество представленных на ней арт-объектов невелико, но каждый по своей природе уникален. В картинах каждый для себя выделил что-то свое, а миниатюрные скульптуры открылись каждому гостю выставки по-новому, давая простор воображению. И о спорте. Финальные игры ежегодного первенства любительских команд по мини-футболу прошли в Анапе. Первенство проходит с декабря. В нем приняли участие 33 команды. Погода и наличие спортивных площадок в городе и станицах благоприятствовала тренировкам. Так что борьба как в высшей, так и в первой лиге была острой. Так, например, сильную команду «Дартекс», которая становилась призером первенства России дважды, потеснили вчерашние аутсайдеры. За первое и второе места боролись сильнейшие в этом сезоне команды «Хутора Заря» и «Рота ДПС». Команда «Фитофарм» рассчитывала на второе и третье место, но не ожидала столь сильных соперников, пропуская мячи на последних минутах игры. Мы считали, что мы должны были быть в тройке как минимум, а опустились на, не знаю, какое там, седьмое, восьмое. Так получилось. Первый сезон только начали. Нам в следующий сезон будем более выше, более другие цели. Будем стараться побеждать. Места высшей лиги распределились следующим образом. На первом месте команда «Рота ДПС», на втором – станица «Анапская Атлант» и на третьем – «Витязевская Понтас». Далее прогноз погоды на завтрашний день и блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. В среду 13 марта в Анапе будет малооблачно, местами возможен дождь. Температура воздуха в дневные часы 10-12 градусов выше нуля, ночью около 9 со знаком «плюс». Ветер переменный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 8 градусов тепла. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувство прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются, подарки остаются.